Всем огромный привет! Видео для тех, кто в состоянии смотреть парфюмерные видео и, возможно, сознательно хочет немного отвлечься от основной такой глобальной повестки дня. Я снимала, выставляла ролик недавно, который был снят еще в самом начале февраля. Мне пришли комментарии немного, но были такие, что не нужны нам вот эти ролики, нам не до этого. Но потом стали приходить и комментарии другого плана, чтобы мы продолжали общаться. Я, кстати, открыла свой телеграм-канал, и там еще совсем мало подписчиков, но я оставлю в описании под видео ссылку, вы можете туда тоже подписываться. Пока я еще там ничего особенного не размещала, но по мере того, как будут приходить подписчики, я думаю, что потихоньку-потихоньку там какая-то начнется тоже жизнедвижение, поэтому обязательно подписывайтесь. И в прошлом ролике я показывала за тест с ароматами Монсера. Вообще этот бренд мне, естественно, очень давно знаком. У меня было такое предубеждение ранее, там типа Монталь, Монсера, это все такое вот слишком-слишком-слишком, вот нам надо что-то по изысканию, по утончению и так далее. Но потом, наигравшись с определенными брендами и поняв, что, в общем-то, ну как-то особо мне это было неинтересно носить, я вновь развернулась, вот по крайней мере, к Монсера, потому что мне еще на том этапе понравилось определенное количество ароматов, и я все откладывала с их приобретением, хотя в голове вот так вот держала. Вот. И вот тогда же, буквально сразу же, после вот этого затеста февральского, я начала потихонечку покупать аромат. Сейчас вам покажу. Заказ я делала на рандеву. Рандеву всегда кладет в трубнички. На этот раз у меня вот такой пробник. И вот еще вот этот аромат тоже. Мне уже не первый раз его присылают. Это копия Shans of Fresh, вот честно вам скажу. У них сейчас весенняя распродажа, до 50% скидки, но на Монсеру 20% скидка, а с моим промокодом у вас будет еще дополнительный 10%. Они суммируются со всеми скидками на сайте. Ну и, конечно же, оригинальная парфюмерия. Промокод для вас от Рандеву тоже все будет в описании под видео, все ссылочки. Чем мне нравится Монсера, то что у них есть вот этот вот мини-формат, потому что некоторые ароматы реально очень яркие. Вообще основная такая, мне кажется, палитра ароматов очень жизнеутверждающая. И, в общем, я хочу показать Роуз из Гриди и Вайлд Кэнди. Вайлд Кэнди, кстати, мне не удалось затестить оффлайн вот сейчас, но я его помню по старым затестам. Так, фруктовые ноты, шоколад, бергамот, лимон и франджипани, турецкая розовая, ниль, белый мускус, гвояк, соль и сандал. Сейчас немножечко разойдется, потому что я практически весь февраль проболела, и немножечко вот ароматы у меня всегда так после, ну, в момент, когда я уже выздоравливаю, я еще какое-то время воспринимаю немножко как раздражающие любые практически. Здесь очень хорошо слышны вот эти вот франджипани и такой какой-то шоколад с печеньями. То есть аромат теплый, гурманский, но, на мой взгляд, он как бы на такое, на межсезонье, на ветерок. Вот. Солености особо я никакой не ощущаю. Вот, допустим, у меня есть Трезор, вот этот вот нюд. Вот там соль как-то больше ощущается, допустим, чем вот в этом парфюме. Кстати, он менее, на мой взгляд, сладкий, чем тот же самый Трезор нюд. Кислинка есть лимонная. То есть это очень такой красивый, уютный, теплый какой-то вот парфюм. Мне он очень нравится. Он мне напоминает, я его пробовала впервые летом. Смотрите, мне еще нравится, что у Монсерен есть вот эти вот хотя бы там хоть какие-то, ну, крышечки. Каждый вот этот вот фуфырик упакован вот в такую коробку, то есть это не разобьется. Я его впервые пробовала летним вечером. И я помню, что это очень красиво, когда вот именно уже такой прохладный вечер, ночь, фактически вот этот идет прохладный летний ветерок. И вот этот вот аромат Вайлкенди, он просто потрясающий в этой всей атмосфере. Он как-то так вот раскрывается. Теперь Роуза с гридием. Персик, черная смородина, мандарин, кокос, розовый перец, роза, цветочные ноты и жасмин, белый мускус, сахар, ваниль, амбра и бензоин. Может сложиться впечатление, что это очень сладкий аромат, но на самом деле я не ощущаю в нем сахарности. Он, я бы его отнесла бы даже к свежерозным ароматам, но роза здесь вот именно не манталевская, не как, допустим, Роуза с маск. И даже, ну, может быть, это даже больше вот такое мансеровское какое-то сочетание. Вот они тут часто указывают. Вообще их пирамиды, когда я читаю, ну, по крайней мере, тех аромат, большинства тех ароматов, которые я выбрала, такое впечатление, что это одни и те же ингредиенты по-разному переставлены. На самом деле они все разные. Но вот этот вот фруктово-цветочный какой-то нюанс, такой фруктовая роза, она здесь вот какая-то общая. И я вам хочу сказать, что когда я тоже пробовала розы с гриди, они мне вообще на фоне этих ароматов показались самым слабым в плане, ну, силы вот этого мощного звучания парфюма. Но сейчас я бы так не сказала, то есть здесь довольно-таки яркий вот эти мускусные, ну, это именно белый мускус, но не вот этот ут такой манталевский, а какой-то вот такой белый мускус. Вот эта роза, кто-то сравнивает с пол-смитовской розой, но я ее не пробовала, но однозначно это что-то более свежее, чем можно себе было бы представить по пирамиде. Сейчас вам скажу. Да, в общем, кстати, в Wild Candy такое впечатление, что это роза с гриди, к которому добавили френджипани и шоколад. Ну, что-то в таком духе. Вообще, мне понравилось, как звучит вот эта роза. Многие любители роз говорят, что это вообще не роза, что здесь больше слышен жасмин и всякое такое. Ну, я отчетливо ее слышу, но она просто здесь как такая вода, настойная на розовых лепестках, плюс фрукты. И капелька лимонного сока тоже что-то такое кисловатое есть. Вообще, его сложно, кстати, описать. Он как будто бы что-то напоминает, но я ничего не могу сказать. То есть, мне кажется, этот парфюм неплохая альтернатива для тех, кому нравятся вот такие звонкие ароматы, типа там всевозможных Диоров, Блумин Букет или там Шансы о Тандер. Ну, те более такие на выхлопе шампунистые. Здесь вообще нет шампунистости, но здесь есть вот эта такая сверкающая какая-то вот роза. Но она подернута еще и вот этими цитрусовыми, вот этим мускусом красивым. Мне очень нравится тоже. Вот такой повседневный, кстати, вариант. Он поспокойнее, чем в Wild Candy. Теперь Lovely Garden. Вот этот аромат, новинка у Монсера 2021 года. Это тот флакон, который я пробовала вот в прошлом ролике, тоже его показывала. Такой яркий, фуксиевый, практически как вот эта вот орхидея. Он даже еще так более в розовую. Там такой цветок какой-то, в общем, на этом флаконе. Я вначале долго сомневалась, мне хотелось купить целый флакон этого аромата. Но потом я все-таки засомневалась, потому что всего лишь был один затест. И, в общем, я заказала себе вот такой вот фуфырик. Вы знаете, я рада, что я ограничилась вот этим вот. Потому что, на мой взгляд, из всех вот этих перечисленных ароматов, это самый яркий парфюм, во-первых, на мой взгляд. И он все-таки очень туберозный. А с туберозой у меня, вы сами знаете, такие взаимоотношения, ну, так себе. У меня недавно появился линтердит. Это просто тубероза в кубе. И вот здесь есть оттенки в базе уже вот а-ля линтердитовский. Но в целом это совершенно другой аромат. У него пирамида, опять же, розовый перец, красный мандарин и корица. Турецкая роза, цветы апельсина, тубероза и индонезийские пачули. Тофи, ладан, мускус, пудровые ноты и серая амбра. Аромат очень яркий. И вначале, когда я его пробовала на затесте, мне больше казалось, что там как-то больше таких ягодных каких-то, ну, какая-то малина мне показалась. Потом я посмотрела ролик вот с этим ароматом, и я удивилась, думаю, да-да-да, вот как раз я увидела вот этот райский какой-то сад. Там именно почему-то из ягод в ролике именно малина есть, какие-то там цветы. И девушка такая там в лёгком платье по всему этому саду порхает. Но вот сейчас я больше всего слышу пачули, то есть какая-то даже комфортность есть. То есть вот эти пачули, которые у них там в сердце, они слышны прямо с самого старта. И, да, вот что-то такое, опять же, абстрактно-розово-фруктовое, больше замешанное на розовых лепестках, и какая-то такая вот абстрактная, да, вот фруктовость. То ли это малина, то ли это даже гранату. Его сравнивают и с Сиарманией, и с Ангелом. Ещё я увидела сравнение уже из более поздних комментариев. Это муза от Ксержов. Я её не пробовала. Ну, не знаю, вот он как-то, может быть, в стиле каких-то почулево-фруктовых ароматов, но он не на один из них, вот так, чтобы, по крайней мере, тех, которые я знаю, он не на один из них не похож. Более того, вот потом меняется. Вот эта вот вся почулево-фруктовая история, она как бы становится более дымной, и появляется тубероза, но она такая немножечко дымная. Мне кажется, там вот этот ладан, он не ощущается прямо-таки как церковный ладан, а просто появляется какая-то такая медитативная атмосфера вот от этого аромата. Мне даже немножечко напоминает какие-то индийские благовония, но в целом это просто пахнет туберозой и вот таким вот... Кто-то в комментах говорил о том, что есть ощущение, как будто задутые свечи, но здесь нет восковости никакой, но вот какая-то дымность вот такая немножечко неуловимая, она есть вот в этом аромате. Но он, наверное, тоже больше либо на прохладу, либо на межсезонье. Вот уже с ним, мне кажется, как-то так часто, мне кажется, его не поносит. Ну и аромат, который я решила заказать в полном объеме, это Wild Fruits. Я, когда его начала пробовать, у меня был на руке Шанса Тандер. Я его часто упоминаю. И мне показалось, что это что-то такое же по настроению, то есть вот такой же ветер весенний. Вот это вот все абсолютно такое как бы не притязательный аромат на каждый день, не тяжелый. И поэтому я поняла так, что, думаю, его есть смысл заказать в полном объеме. У меня 60 миллилитров, потому что 120, мне кажется, это просто какие-то гигантские объемы у Мансеры. Сейчас посмотрим, что у нас здесь, такой мешочек. Я обратила внимание, что у разных ароматов, разного цвета мешочки, разного цвета коробочки, могут быть разного цвета вот эти наклейки и крышечки. Но здесь все золотое. У меня еще, наверное... А, нет, уже магнитная крышка. Я знаю, что они претерпели изменений, и уже сейчас у них новые флаконы идут с магнитными крышками. Так, ну пробуем. Wild... Ой, да, Wild Fruits. Сейчас. Прелесть, аромат просто прелесть. Он тонкий, воздушный, как кружево. Вот правильно я его купила в большом вот этом вот аромате, в формате. Кстати, про него часто идут отзывы о том, что он какой-то слишком мужской. Но у них есть, допустим, конкретно мужской аромат, на мой взгляд, это вот этот цитрат Буа. Вот он мужской. Там как-то с самого начала, не говоря уже о базе, вот эти фрукты, цитрусы точнее, они какие-то вот именно звучат по-мужски. Здесь, мне кажется, более женственная версия, он сладковатый. Здесь очень такой мощный набор фруктов. Кумкват, цитрусы, лимон и грейпфрут. Фруктовые ноты опять. Черная смородина снова. Персик, яблоко и фиалка. Белый мускус и кедр. Ну, ароматные, легчайшие. Я просто здесь ощущаю очень приятные, сладкие такие, практически как шампанское, вот эти вот цитрусы. Но они с элегантными вот этими цветочками, такими легкими, там типа фиалок. И все, в общем-то, и мускус. Я знаю, что, кстати, вот что-то есть немножечко подваниленное даже, что-то сладковатое. Вот мне кажется, вот именно вот эти такие нюансы, они такие легкие, как вот такая сладость. Буквально не нюансом, как лимонная меренга, но аромат между тем свежий. Вот они и уводят больше в сторону, ну, более женскую. Очень красиво, легко носить совершенно. В общем, такой вот мне он нравится, потому что шанс у Тандора у меня был. Я его продала как-то. Мне в нем все время чего-то не хватало. Я не ощущала вот этого, ну, такого подъема, когда ты носишь какой-то совершенно новый парфюм, которого у тебя еще не было. Ну, в общем, что-то в таком духе. Так, давайте попробуем Куко Ваниль. Аромат. Я обращала внимание, что когда вот я пробовала все вот эти парфюмы, он очень долгое первое время прям-таки выделялся тоже вот своей яркостью. Потом где-то часа через три наоборот очень близко к коже уселся. Ну, здесь прям ощущается, прям по пирамиде. Кокос, ваниль, белый персик, тиаре, иланг-кланг-жасмин, белый мускус, древесные ноты. Очень хорошо слышны именно тиаре. У меня есть аромат Боттега Верде тиаре. И вот, на мой взгляд, очень много общего. Кто-то сравнивает с ароматом, а ты фрашеза была, как называется, я его не пробовала. То есть, вот таких вот близких по звучанию парфюмов очень много. Где-то я видела сравнение с кубиком Нарцисса Родригес, амбровый, который у меня тоже есть. Но там все-таки не так сладко, и ощущается мускус. Здесь более такая вот аж прожаренная, зажаристая ваниль. Очень красивая. Успокаивающий такой аромат, прямо вот нега. Мне он тоже очень нравится. Если бы была бы возможность вот прямо одновременно еще и его купить, я бы себе его тоже бы купила, ну, в каком-то объеме. Вот я рассказала про все вот эти мансеровские ароматы, которые мне наиболее приглянулись у бренда. Еще мне нравится Сицилия. Но я ее не смогла перепробовать вот в последний раз, потому что у нас не было ее в наличии. А вот Wild Fruits, она тоже на тему цитрусов, но она более такая пудровая и с цветами. А Wild Fruits – это более такая свежая история. Поэтому мне, в общем-то, я не стала рисковать как-то там по памяти все это заказывать. И, в общем, я рада, что я купила именно Wild Fruits. Я благодарю всех за просмотр. Встретимся в следующих роликах. Всего вам самого хорошего. Пока-пока.